Отсюда эта точка, которая здесь бурна, тогда я делаю это. И когда плохо видно, тогда вы пушите, вы пушите, вы можете видеть пух. Если плохо видно, то тогда толкаете точку, и сразу возникает линия. Продолжение следует... Продолжение следует... С желчным пузырем связь. Некоторые из вас это тоже увидели. Сейчас предложим пациенту рассказать о своей проблеме. Проблем у меня очень много. Мне сделали операцию язву желудка, прокапали гепатит с кровью. И как бы после этого у меня была лекарственная кома. И меня вывели, сказали, что лекарства мне больше нельзя. И вот я хожу, у меня все болит. В желчном у меня камень образовался. И ну как бы вот занимаюсь методами, он мне помогает. И я хочу сказать, после того, как сейчас работал со мной мастер, у меня вот здесь стала лёгкость. Очень хорошая. Ну как бы такая вот... Ну давно у меня уже такой лёгкости не было. Точно? Да, точно. Я могу. Итак, вы видели, как производится лечение с точки зрения информации. Как мы знаем, заболевания также имеют три составляющие. Энергетическую часть, вещественную и информационную. Если мы будем лечить заболевание только с помощью медикаментов, а оно связано с энергетическими или информационными частями, то результат будет очень плохой. Я знаю, смотри, какой информационный. Если вы не знаете, как лечить пациента, то нужно в этом случае воздействовать сразу на физическое тело, энергетическую и информационную систему. Потому что большинство заболеваний связано не с каким-то одним типом, а со всеми тремя. Если болезнь протекает по смешанному типу, то обычно нужно от 7 до 10 сеансов. Какие максимальные перерывы в эти сеансы? Обычно каждый день на один раз. Если после нескольких сеансов лечения человек чувствует себя хорошо, то тогда еще нужно проверить. Как правило, каждый день по одному сеансу. Если заболевание принадлежит только к информационному типу, то бывает достаточно одного сеанса, чтобы поменялось энергетическое состояние и физическое. Но если этого не происходит, то тогда каждый день нужно лечить по одному разу. Если заболевание еще связано с изменением физической структуры и есть нарушения энергетически-информационные, то обычно я лечу 8 раз. На 8 раз уже можно увидеть, как происходит восстановление человека на энергетическом уровне, на информационном и даже на уровне физической структуры. Вы не должны забывать о том, и вы это видели уже на примерах, что с точки зрения лабораторной, стандартной медицины мы должны посмотреть, что происходит с человеком с точки зрения информации, потому что на физическом плане это может проявляться одинаково, а с точки зрения информации нарушения могут быть различные. Если вы обнаружите информацию, то можно не вникать особенно в ее суть, а вы должны просто менять эту информацию и воздействовать на точки, в которых она неправильна. Эти точки находятся в области головы, там их много. На теле тоже много точек, но гораздо меньше. Информационный каркас и информационная структура видятся как некая фигура. Если вы видите несколько точек, то вы должны воздействовать каждый раз на две точки, и при этом вы можете установить правильные связи между ними. таким образом восстанавливаются соответствующие связи между органами. Вы видели, что я одновременно нажимал на две точки на голове, а иногда вторая рука нажимала соответствующий участок на теле. Если вы тренировали руки и делали их больше-меньше, то у вас появляется возможность такого рода целительству, иначе это сделать очень сложно. Если вы прикасаетесь руками сразу к двум точкам и начинаете воздействовать на них больше-меньше, то ваши руки и пальцы приобретают способность убирать эту информацию. Вам не нужно при этом использовать свое сознание, это происходит автоматически. мы до сих пор не знаем, почему точно работает информационное лечение такими методами. Но мы на многих примерах видим, что это действительно так, и вы видели это сегодня и вчера. но почему оно работает? Мы не можем выявить механизма на сегодняшний день, но мы можем этим пользоваться. что можно предположить? Когда мы убираем плохую информацию, то тело расслабляется. Уходят такие проблемы, как, например, физические спазмы, энергетические спазмы. Во-вторых, у вас возникают определенные ощущения, и эти ощущения связаны с вашими собственными чувствами. Это следствие информации. Если мы убираем эти ощущения или убираем эту информацию, то тогда исчезают ощущения. Если вы информацию какую-то теряете, теряются и ощущения. Как мы раньше говорили, информация оказывает воздействие на энергию и воздействует на физическое тело. Если мы убираем ее, и она перестает воздействовать, то энергия может восстановиться, и восстановится физическая структура. Может быть, механизм именно такой. Это зависит от того, под каким углом зрения мы пытаемся пояснить результат лечения. Если у вас эти точки на голове, они часто бывают болезненными. Вы тогда можете проверить это нажатием, потом просто взять это точно так же, как вы убирали энергетику из этого места. Вы можете точно так же извлечь это и сбросить глубоко в землю. Но если к вам приходит человек, и вы чувствуете, что он хочет покончить жизнь самоубийством, это ощущение, которое возникает при виде пациента, в этом случае, где информация находится, из какого места ее нужно извлекать. И снова, не думайте о физических органах. Если вы чувствуете, что у человека возникает такая идея, такая мысль, вы просто должны ее убрать, не задумываясь о том, где она находится. Взяли и выбросили. Потому что, извлекая эту информацию, вы ее разрушаете. Когда мы извлекаем энергию, мы понимаем, потому что энергия находится внутри нас. Мы иссякаем энергию изнутри. Что касается информации, то она может находиться не только внутри нашего тела, а еще и на его поверхности, вблизи. Если вы приходите в состояние глубокой тишины, то вы осознаете, что вы продолжаете думать, но при этом вы думаете не так, как обычно, а как будто ваши мысли где-то вне вас, снаружи, на каком-то расстоянии от вас. Не воспринимайте информацию как физическую структуру, иначе вы не сможете ее контролировать. Здесь нужно несколько изменить способ внешнего восприятия мира или свое сознание. В какой-то период времени, когда я еще учился в университете и в аспирантуре, у меня было ощущение, что я близок к помешательству. Потому что я не мог понять, почему я предчувствую некоторые события задолго до того, как они произойдут. Когда что-то происходит, я понимал, что уже знал об этом раньше, в то время, как другие этого не знали и знать не могли. И у меня было такое ощущение, как будто бы у меня какой-то душевный дискомфорт, и мне было очень неуютно. Позже, когда я видел человека, я понимал, что с ним вскоре произойдет, но я не понимал, почему. Позже, когда вы будете заниматься информационным лечением, у вас тоже возникнут подобные ощущения. По крайней мере, вы будете видеть информацию, вы будете понимать, к чему она приведет. И если вы ее уберете, то вы сразу поймете, какое воздействие на тело, на состояние оказывает то, что вы эту информацию забрали. Почему этот метод работает? По некоторым причинам. Например, у каждого внутреннего органа свои эмоции, свой характер. Когда мы забираем плохую информацию, то эмоции данного органа возвращаются к их исходному состоянию, становятся нормальными. У органа может возникнуть такое эмоциональное состояние или такие эмоции, которые мешают нормальной работе. Это примерно как у нас. Если у вас возникает нежелание работать, или какое-то эмоциональное неприятное состояние, то вы не можете быть спокойными, не можете выполнять какие-то свои функции. К примеру, кто-то вам позвонил и сказал, что видел вашего мужа с другой женщиной. Вы это услышали, для вас это информация, но вы начали чувствовать себя очень плохо. Вы можете разозлиться, а ваш муж может вам ответить, что он просто встретил приехавшую к нему сестру, и вам сразу становится хорошо. Так и с внутренними органами. Они также иногда могут плохо работать и могут получать неправильную информацию из области головы. Поэтому, когда мы вот так руками очищаем голову, мы можем очищать ее от плохой информации. И затем человек начинает чувствовать себя лучше. Точно так же вы убираете энергию, вы убираете и информацию. Мы можем говорить, что у человека может спать орган. Во время демонстрации вы видели, что я использовал метод пробуждения. Если внутренние органы становятся ленивыми, у них какие-то проблемы, и они не хотят работать, то в этом случае мы должны использовать метод пробуждения. На первом этапе терапии мысли-образами мы рассматривали этот метод пробуждения физического тела. И здесь мы можем использовать пробуждение шень. У тех двух человек, с которыми я работал здесь, есть проблемные информационные участки. Я рисую их сейчас. Просто у первой женщины это было с правой стороны, а у второй — с левой. Эти точки с позиции информационной медицины говорят о том, что внутри тела спит шень. Если шень органов работает недостаточно хорошо, то у физического органа функции ослаблены. Обычно снижение функций какого-то органа можно выявить анализом крови или другими стандартными анализами. Если мы можем определить, у какого именно органа шень ленится, то в этом случае мы можем просто похлопать по области этого органа. Второе. Вы должны нажимать, вибрируя на точки, которые находятся сзади, по бокам основания черепа. Вот эти две точки, они очень болезненны, когда на них нажимают. Мы называем их точками шень, шень-точки. Даже если слегка нажать, вы почувствуете боль. Это означает, что шень органов спит, и информация наверняка неправильная. Сейчас мы будем продолжать развивать функции третьего глаза. А затем снова вернемся к вопросам лечения, потому что многие говорят мне о том, что ничего не видят, и спрашивают, как им практиковать в будущем. Второе ступень наше решение ступень, потом опять первое, 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 первое. Потом, первое. Хорошо. Вы уже учили много методов развития своих чувств, канала восприятия. Вы должны просто прийти в состояние успокоения, тишины, и затем паузы. В процессе паузы ваши чувства начнут развиваться, и ваша мудрость будет развиваться. Поэтому пауза — это ключ. Если вы чувствуете, что вам сложно это делать днем, то начинайте заниматься медитацией в 3 часа ночи. Встаньте, помедитируйте 2 часа, а затем снова ложитесь спать. Расслабьтесь. следуйте за мной. Расслабьтесь. Представьте, что вы — это я. И только ожидайте картинку или символы. Представьте, что вы — это я. И расслабьтесь. 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 Продолжение следует... 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 И вот эта система перевода позволяет преобразовывать картинки в образ. В тот образ, который мы видим, или звуки, которые мы слышим, и ощущения, которые мы можем воспринимать своим телом. То, что исходит из третьего глаза, третьего уха или второго сердца, все это переводится в то, что мы можем воспринимать и понять как нечто конкретное. Собственно говоря, это и есть та система, которая трансформирует внешние воздействия в понимание. У каждого есть своя определенная система восприятия и система понимания. Каждый обладает способностью что-то видеть и слышать, но только после того, как то, что вы видите, слышите и воспринимаете, трансформируется в некое конкретное понимание. Только после этого вы можете начать этим пользоваться и применять. Поэтому мы можем сказать, что информация — это то, что мы понимаем, или можем понять посредством использования наших органов чувств. Ваши каналы должны получать информацию. Когда вы разговариваете, я, к примеру, слышу. Если вы спросите, подойдя к нам, я это слышу, но для меня это информация. Информация о том, что вы хотите. Но если вы будете подзывать меня на языке, которого я не знаю, или захотите спросить меня о чем-то, то я не смогу к вам подойти и не смогу ответить, потому что я не понимаю звуков. Я их слышу, но не понимаю. Поэтому те же самые ваши слова для человека, не понимающего ваш язык, не являются информацией. Поэтому вы не можете отреагировать. И поэтому, с одной стороны, нам нужно расширять возможности наших органов чувств, а с другой стороны, мы должны совершенствовать возможности восприятия своих чувств. Здесь возникает одна проблема. Если мы не слышим голоса, то как нам понять то, что звучит? Если мы видим картинку, как понять, что она обозначает? Во-первых, кто-то может рассказать вам. Это один путь. Второй путь, когда достаточно хорошо работает ваше второе сердце. Тогда вы можете понимать смысл без помощи другого человека. Для того, чтобы развивать функции второго сердца, вам нужно больше практиковать четвертую ступень. Иначе вам придется обучаться только по знаниям. Вы сможете воспринимать только то, что вам будут говорить. Например, если вот эта точка вот таким образом реагирует или таким образом проявляется, то это говорит о том, что она ведет к печени. А у печени понижены функции. То есть вам нужно будет это просто заучить. Это значит, что вам нужно будет заучивать знания, а не понимать их. Итак, мы рассмотрели вопрос, как получать информацию и как информацию убирать. Например, вы посмотрели вот на эту точку на голове и проследив от нее линию связи с печенью, по цвету, по светимости, поняли, что с печенью что-то не в порядке. Она слишком активна. Как убрать эту неправильную информацию? Информация – это не стакан и не чашка. Как ее забрать? Вы, например, чувствуете, что у кого-то печень чрезвычайно активна. Как убрать? Что мы реально убираем? Например, вы видите по поведению человека, что он зол. Мы получаем информацию о том, что злость спровоцирована его печенью. Но он не может этого знать. Он часто не подозревает об этом. Поэтому человек может даже не догадываться, не иметь информации о том, что его печень активна и зла. Как мы ее убираем? Мы забираем всю информацию из этой части. Мы ее как бы отрезаем. Мы можем сказать, что убираем звуки, убираем картинки, символы, как бы убираем видение. Мы не можем убрать понимание, потому что это понимание связано с нашими органами чувств и каналами. То есть это понимание принадлежит нам. Но если вы заберете, удалите то, что закрашено, то вы дальше эту информацию не получаете. И пациент тоже ее не имеет. Приведем пример. Без примеров это трудно понять. Давайте вспомним. Я рассказывал, как я видел информацию и увидел лягушку на запястье у человека. Когда вы видите эту лягушку на запястье, у вас возникает понимание того, что он убил эту лягушку. И сейчас она находится здесь и хочет причинить вред. Это карма. И если вы убираете эту лягушку, то у вас исчезнет информация о том, что эта лягушка здесь находилась. Вот в этом и заключается лечение. И тогда у пациента тоже нет симптомов, связанных с информацией об этой лягушке. Вы знаете, что мы для диагностики и для лечения используем и тело, и руки. Мы можем использовать также третий глаз, но для этого мы должны тренировать способности третьего глаза. Кроме того, мы можем еще увидеть болезнь с помощью второго сердца. Мы тренируем это для того, чтобы видеть болезнь. Когда мы говорим «видеть болезнь», это значит, что мы смотрим не тот орган, в котором болезнь отсутствует, а только тот, где она есть. Если мы можем одновременно видеть и здоровые органы, и больные, я думаю, вы не сможете определить, где именно нарушение. Поэтому, когда мы сканируем третьим глазом какой-то участок нашего тела, то места, где заболевания отсутствуют, становятся прозрачными. Тело прозрачно, если в этом месте нет заболевания. Итак, мы используем третий глаз, третье ухо и второе сердце, все наши каналы восприятия, для того, чтобы определить болезнь. И тогда мы приступаем к выяснению причин. Мы должны понять, что мы видим. Мы должны развивать свою мудрость, для того, чтобы могли понимать, что именно видит наш третий глаз. Когда ребенок появляется на свет и не умеет говорить, но когда он делает движение руками или телом, или что-то лепечет, вы понимаете, что он хочет сказать. Я думаю, что у тех, у кого есть кошки или собаки, тоже понимают по их движениям, когда их животные голодны. А ваш сосед, может быть, не понимает поведение ваших животных. Возникает вопрос. Если ваш сосед видит те же движения, что видите вы, то почему, в отличие от вас, он не понимает, что происходит? Он видит те же феномены, но не понимает их происхождение. Дело в том, что у вас уже есть опыт, и вы за определенное время научились понимать движения и звуки ваших питомцев. И если им что-то нужно, вы знаете, как на это отреагировать. Когда я помогал активизировать область третьего глаза, то я видел, что у многих из вас он работает, и вы можете видеть, но вы не можете видеть правильно, потому что у вас не хватает опыта, и вы не понимаете, что именно вы видите. существуют определенные знания, исходя из которых мы можем понимать потом, что мы видим. Сейчас мы будем получать эти знания и изучать, как их использовать. Для этого мы будем продолжать сначала активизировать третий глаз, и затем мы сравним то, что мы можем видеть с точки зрения информации, с ощущениями пациента. Пациент всегда рассказывает вам ту часть информации, которую он помнит, и которая для него более важная, а вы должны увидеть, почувствовать, продиагностировать то, чего пациент не помнит. Пациент всегда обращает внимание на боль. Он может вам рассказать о своих определенных ощущениях, но вы должны выявить причину, поскольку иногда и пациент не улавливает или не понимает суть болезни, а иногда он просто не обращает на это внимания. Итак, мы должны заниматься лечением того, что мы видим, и тогда мы сможем правильно лечить, а не основываться только на объяснениях пациента. Почти все пациенты рассказывают о разных симптомах в разные дни. Например, если вы попросите описать его самочувствие, то сегодня он вам расскажет одно, завтра другое. Симптомы могут быть совершенно различными. Поэтому сначала вы должны провести собственную диагностику, а потом то, что вы увидите и почувствуете, уже сравнится с описаниями пациента. Иногда пациент о чем-то умалчивает, и если вы спросите у него, а вот в этом месте у вас бывает боль, он скажет, да, конечно, я об этом просто забыл. Вы должны доверять результатам своей диагностики и методам вашего лечения, но при этом вы должны доказать, что именно это результативно. Если ваша диагностика правильно, то при использовании тех методов, о которых мы говорим здесь, вы сможете за один или несколько сеансов добиться хорошего результата. И китайская лабораторная медицина в основном использует те знания, которыми пользуемся и мы, но они не используют индивидуальные каналы восприятия. Я имею в виду современную, а не древнюю китайскую медицину. Действительно, современное оборудование может выявить множество заболеваний физического тела. Но здесь вы должны помнить, что нельзя ошибаться, потому что результаты вашего лечения, его эффективность зависят от вашей диагностики. Мне часто рассказывали пациенты, что ранее обращались к какому-то целителю, который находил у них опухоль, например, в груди, и удалял ее своими методами, утверждая, что теперь все в порядке, что опухоли больше нет. Но когда пациенты шли потом к врачу и делали УЗИ, то обнаруживалось, что опухоль есть. Почему? В чем тут дело? Возможно, целитель убирал информацию, энергетику, и тогда своим сознанием, умом не видел физическую опухоль. Физическая опухоль могла остаться, вы ее просто не видите, а приборы ее зафиксировали. И тогда, естественно, пациент недоумевает, а почему вы этого не увидели? Поэтому в будущем, если вы хотите доказать свое лечебное воздействие, нужно поступать следующим образом. Если вы утверждаете...